Приветствую всех на канале Словая Тунайда. Сегодня мы опять посмотрим, может быть, найдём какого-нибудь топчика. Так, у нас опять есть трейд-оффер на нашего центрового. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Раунд второго пика. Так, ну, раунд третьего. Третьего, точнее, третий раунд. Третий раунд, второй раунд, второй раунд. Ну, в принципе, ничего интересного на самом деле не предлагают. Ну, Джереми, конечно, не является, конечно, каким-то прям вот топчиком, так сказать, на самом деле. Ну, кстати, это всё девятнадцатого года, драфт Вашингтон нам отдаёт. Это даже не этого года. Здесь и Аризона тоже нам, и Баффало тоже нам раунд второго. Третьего второго раунда пики отдают нам девятнадцатого года. Но нет, это очень-очень плохо. Отклоним, пожалуй. Предложение. Пожалуй, отклоним эти предложения. Так. Что мы можем посмотреть? У нас есть ещё четыре человека, с которыми мы можем контракты переподписать. Я так понимаю, эти ребята отказались в прошлый раз? Ну, давайте попробуем. Ну, ну, это мы, наверное, подпишем. Что он нам предлагает? Три года? Бля, ну, парень, ну, давай хотя бы вот. Вот, пожалуйста, вот. О, май гаш, ладно. Я хуй знает. Может быть, что? Что, блядь, им надо от меня? Я не понимаю, серьёзно. Они хотят... А-а-а-а, блядь, я понял. Я, а-а-а, хиобаный рот. Я лоханулся. Короче, этот хочет парень на пять лет контракт... С тоталом на тридцать шесть, блядь, миллионов. На пять лет контракт он хочет. С тоталом на тридцать шесть миллионов. Да, блядь, иди, что? О, факт. Ну, как так? Ну, почему? О, блядь, это очень, блядь, печально на самом деле. Так, ладно, с этим что? Ну, этот подписался. Всё. Этого мы переподписали. Эти, блядь, не хотят. Но я думаю, что, может быть, нам ещё дадут шансы подписать. Блядь, не хотелось бы, конечно, терять как минимум Шелдона Ричардсона. Это довольно хороший игрок. Хотя, конечно, скорость у него семьдесят один. Ну, блин, правда, ролл бы скорость особо не нужна. У него хороший текл и блокшеддинг. Ну, вот и Нуну терять, конечно, мне не хотелось бы. Он довольно неплохо выглядит. Ладно. Так, Демериус Дэвис. 87 спид. Неплохо. Но мы давай, наверное... Сколько? Блядь, 28 лет? Он 4 года контракт хочет. Давай на 3 хотя бы, а, друг? Вроде. Вроде, может быть, всё идёт. Ладно, хуй с ними. Так, всё. Ну, с контрактами вроде бы... Ну, как более-менее. Обидно, конечно, но разобрались. И у нас, в общем, нам дали вновь 176 очков на изучение игроков. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, у нас есть 176 очков. Кого мы можем... Нам надо посмотреть, значит, квотербэка. Вот этого ещё. Хотя у него B+, throw power. На самом деле, я уже не верю в то, что там что-то интересное у него есть. Не хочу я тратить, наверное, очки лишние на него. Так, ладно, running back, running back, running back. 5.10, Howard Black, Stanford Speedback. Ну, кстати, у нас нет хорошего running back. Он старенький уже парень-то. Поэтому... Так, 23 года. 22 года. Ладно. Керинг. Spin move. Ну, блядь, на самом деле, так себе, конечно. Ещё неизвестно, что по скорости он. Ну, ладно, я добавлю его, конечно. Я добавлю его, посмотрим. Так, фуллбэки. Фуллбэки нам шестого раунда вообще не нужны, это точно. Так, ресиверы. Ресиверы. 6.6 рост. Большой ресивер. 24 года. Мне такое нам не нужно. Roadrunner. А этот у нас, кто по сессе, он? Это Roadrunner. Ну, вот Roadrunner, в принципе... Ну, нам, конечно, с... Пекущий, блядь, быстренький нужен. Balanced. Ладно, давай посмотрим на Roadrunner. Ну, слушайте, в принципе, может, может что-то получиться. Corwin Houston. Ладно, запомним этого человека, запишем его. Так, tight end. Tight end у нас есть на самом деле. 22 vertical. Вот этот быстрый должен быть, на самом деле, Гэри Шерри. Если он вертикальная... Ну-ка. Сколько? 6.7 рост. Блядь, он высокий. Это очень хорошо, на самом деле. Ну, ладно, давай попробуем тоже Гэри Шерри. Посмотрим, что он тут. Ааа, кетчинг C+. Не, ну, такое себе. Такое, на самом деле. Ладно, у нас 86 поинтов. Мы, наверное, сейчас пойдем... Так, давайте вернемся и посмотрим, кого нам нужно по позициям еще посмотреть. А то я как-то, блядь, в развалочку. Так, у нас, значит, что? У нас... Нет, стоп, не так. Давайте мы просто зайдем в ростер. Не, даже в депчарт зайдем. Так, ну, квоттербеки нам нужны. Это понятное дело. Мы от этого не отказываемся. Так, ЛТ. Что у нас с ЛТ? Ну, на самом деле, особо-то у нас нет хорошего. Ну, да. Нам и центр, и ЛТ нужен. По большому счету. И центр, и ЛТ. Блядь, если Ричардсон уйдет, нам еще и Ролб... Ой, Лолб нужен будет. И Ролб. Блядь, нам все нужны, на самом деле. Я прям даже не знаю, на кого вообще, блядь, очки тратить. Ладно, давайте сейчас посмотрим ЛТ нам. Баланс, это пас-блокер, зон-блокер. Я думаю, пас-блокер нам, вот, может пригодиться. Блядь, хуёвый, хуёвый, очень хуёвый. Ну, ладно, мы его запомним. И давай попробуем Лолбу посмотреть. А, Лолбу уже смотрели, значит, Ролбу. Дэррен Эткинсон. 3-4 пас-расшер. Ран-стоппер. Нет, нам пас-расшер нужен именно, конечно. Тем более 3-4. Мы играем 3-4 часто, я думаю... Блядь, какой же он хуёвый. Ооо, я на него потратил только очки. Он аж 5-го раунда оказывается. Вот-вот-вот, видите, вроде как 3-го раунда написано. А в итоге он оказывается 5-го раунда. Человек, ну, блядь, печально, чё. Карлос Штеклер. Не, ну, блин, я не знаю. Нам центр, да, ещё нужно было 3-го раунда, только есть центр. Ну, блядь, печально. Ладно, давайте пока этого. Такет Пауэр Б плюс. Блокшединг Б плюс. Но на этом нам очков не хватает. Ладно. В предыдущей игре. Мы смогли одолеть просто в потнющей игре. Дельфинов из Майами. Это была очень интересная игра, кто не видел. Обязательно к просмотру. А сегодня нас ожидает соперников Ягуара из Джексонвилла. Которые пока не очень удачно стартанули в сезоне. Имеют воображение на своём счету. И всего лишь одну победу. Привет, ребята. Привет, ребята. Великолепно к Мэгкену. Мэгкену. Итак, Металлайв Стадиум. Стадион, на котором Нью-Йорк Джетс пока ещё ни одной игры не проиграл. Включая предсезонные игры. И даже сумел вырвать просто бешеную победу у Майами в предыдущей игре. Которая была точно так же на Мэтт Лав Стадиум. Ещё раз говорю, кто не видел, обязательно к просмотру. А мы приступаем потихонечку к сегодняшней игре. Это а за все и есть читага 0-4 имеет. Воу! Как же неудачно стардан онл Чикаго. Ну, Чикаго тоже не самая сильная команда, но там есть хорошие игроки. Тот же самый молодой квотербэк Трубинск. Возврат, как обычно, стандартный Ничего сверхъестественного Баффа 3-0 В сезоне Да, кстати, забыл бы сказать, что Брюс Петти теперь у меня будет основной У него, кстати, вот не очень неплохой показатель Пасса 66%, почти 67 Брюс Петти я поставил основной Квотербэк на эту игру И Джудю Смит Шустера я поставил Третьим ресивером На эту игру Так что Джудю Смит Шустер будет Сегодня в основе у меня играть Вот и он, кстати, у нас Ой, Петти Блин, вот так и похвалил человека за хороший пас И тут же сразу неудачная Ну ладно, спишем это На нервы Все-таки первая игра я вас в основе Против Джексон Вилла И Нунва Неплохо, неплохо Первый даун Нунва имеет всего лишь один тачдаун в своем активе Как я понял, судя по той статистике, что нам показали Ай, какой неудачные блоки Какие неудачные блоки Ну что ты будешь делать Ай, ладно, 2.14 И мы в полной жопе Нам надо что-то придумывать Блядь Я очень долго думал, на самом деле, командовать И... Так, ладно, последняя попытка Давайте вертикал попробуем Конечно же Самое, что мы можем Единственное, что мы можем предложить сейчас Не знаю, и Нунва получится У И Нунва убежать не получится Нет, не получится Но у нас есть Охуительно кривой пас Но там, правда, грин все равно был закрыт Ладно Не комплит Очень неудачный старт Нью-Йорк Джетс И мы будем пробивать пант Не смогли пройти 20 ярдов даже Отлично Уильямс Бля Неплохо Три ярда А это значит то, что мы можем Немножко прессингануть сейчас И попробовать Что-то с этого поиметь Хорош, хорош Отлично, отлично Нормально термознули Фурнета Минус один ярд Фак, надеюсь не у нас 0-4 у Чикаго уже Фольст Хо-хо-хо-хо-хо-хо Это жестко Это жестко Джексон Вилл тоже неудачно начинает Один ярд буквально За четкими Можем два очка заполучить Если сейчас устроим сек Уильямс Ну как? Как? Воу Как он ушел? Там уже все Можно было секить Свободным за четки Ааа Блин, ну это прям Жестко, конечно И еще повезло Что он споткнулся В последний момент Мог уже даже На тачдаун убегать На самом деле Ну ладно Да боже мой Не получается Ой-ой-ой Какая передача хорошая Тайм-аут У кого-то травма У кого-то травма Ну Я так понимаю Не серьезная травма Раз нет никаких Изменений У кого Блять, ну это великолепно Конечно сейчас было разыграно 27 ярдов Неплохо Джексон Вилл настроен На серьезную борьбу В этой игре Блять, ну что? Как так? Брок Ааа Ну тачдаун Джексон Вилл Вот такое вот начало Нью-Йорк Джетс Отвратительно провел Своё владение И просто отвратительно Отзащищался Буквально В три пасса Джексон Вилл Нет, это не надо Ну блин, замена Сто процентная Видимо какая-то травма Опасная Ай, свои же Блять Помешали Ладно, нормально Так Ну не знаю Давай меш попробуем Все помнят игру с Майами Вот что я хотел сказать И Всем не стоит Нам Отчаиваться То боже мой Пэти Что с тобой? Я так тебе доверился Чтобы ты вышел в основе Вместо Гриффина И Пэти просто Такие передачи Отдает Ааа Я не знаю Я очень сильно расстроен Очень сильно расстроен Брюс Брюси, Брюси Что с тобой не так? Соберись, давай Отлично Хорош Пэти Молодец 23 ярда Хорошая передачка И Нунва на приеме Естественно Джуджу Смитшустер На приеме Хорошо Джуджу Смитшустер На приеме Отлично Вот оно Андерсон Какая передачка От Пэти Есть И Андерсон Тачдаун 33 ярда Это великолепно Просто супер Базбл Что только что исполнен В исполнении Пэти И замечательное исполнение Конечно маршрута От Андерсона Блин, ну это Это великолепно Это Это очень круто Парашютиком Таким запустил Андерсон Камера на пилоне Ну тут Собот Смотреть и нечего было И так все понятно Блин, великолепно Отлично 7-7 Скорее всего Будет Я думаю Что уж мы Пробьем Экстра Поинт Вот так вот Ничейка У нас намечается Теперь нам Будет защищаться В очередной раз На этот раз Надеюсь Не так как В прошлое Раз Кто-нибудь Или Лев Текл был Неважно В общем Успел В последний момент Сломать блок И уже побежал На Коттербэк Правда Конечно Вим У него Пробежал На Коттербэк Испугался И выкинул Мячик Мячик Вау То есть Решил Сделать Инкомплит Чтобы Не Получить Сек Такое Блядь Ну Алло Бааааа Это ужасно Ну Как Так То 27 Ярдов Коттербэк Пробежал 27 Что Блядь Не так С вами Ребята Соберитесь Блядь Защита Сегодня Просто Ужасно Себя Показывает На самом Деле По сравнению С предыдущим Матчем Видимо Расслабились Блядь Слишком Много Овации Было Выдано Этим Людям Инкомплит Хорош Отлично Хорош Как Финкомплит Фух Последний момент Это блин Мог быть Второй тыждаун На самом деле Это была Очень хорошая Передачка Я не показался Вообще Сосок должен был быть Ну как он успел Выкинуть мячик Блядь Я не знаю Ну ладно Смотрим Что у нас Сейчас Блядь Ну ладно Хотя бы До панта Довели дело 4 из 4 Я думаю Они не будут Рисковать Они рискуют? Вы шутите? What the fuck Блядь Это печально Это печально Ааа Блядь Чё за О боже мой Что за хуня Он решит Ну нет Конечно Они Промахнуться Не добьют Странно конечно То что они решили Филт гол пробить Именно Я Я сейчас Вообще Удивлен Вообще Не ожидал Такого Поворота Событий Я думал Обычный Панк Будет Как минимум Хотя бы Или они Попытаются Пройти Но Что-то Блядь Нет Джуджу Смит Шустер На приеме Отлично Неплохо Себя Этот молодой Парень Проявляет Третий Уже Третий Прием Пока Все Очень Неплохо Смотрится 19 Ярдов Набрал Этот Парнишка Молодой Ах ты Блин Я уже Почти Отдавал На Нунву Который Тоже Убегал Как Ладно Так 3.10 Это опасно На самом деле Нам надо Подсобраться Немножко Грин Хорош Ай-яй-яй Своего Случайно Прыгнул Ну ладно Нормально Набрал Первый Даун Грин Вообще Красавчик На самом деле Лучший Игрок Пока В команде Грин Это Без Вопросов Вообще На данный Момент Он тащит На себе Всю Команду Просто Чуть Перехват Не Случился Петя Чуть Перехват Не Водал Ну ладно Нормально У нас Еще У нас Еще Немножко Потеряно Попробуем Сейчас Еще Один Дальний Пас Может На этот Раз Что Немножко Получится Хорошее С Плей Экшеном Хорош Андерса На приеме Какой Отличную Передачку Опять Петя Оформляет Наконец-то Парень Уже Освоился Перестал Нервничать И начал Наконец-то Выдавать Хоть Какие-то Передачи Бля Ну блоки Блоки Блоков Нету Вообще Форте Даже Ярды Не набирает Ладно Что у нас Тут Ох Фух Чуть Перехват Не случился Так Последняя Попытка Последняя Попытка Последняя Попытка Ну Ладно Фух Тречка Ладно Тоже Неплохо Фомбл Нет Показалось Фомбл Но Мячик Удержал Все-таки В руках Игрок Лос-Анджелес Филадельфия 4 часа Дня Я так понимаю Нью-Йорк 0-3 Имеется О боже мой Дэн Но Дэн Оклон Тоже 1-2 Всего лишь Блин Надо будет Посмотреть После Этой игры Короче Статистику Расположения Команд По дивизионам Кто вообще Имеет Какие шансы На плей-офф И как вообще Кто стартанул В принципе Уже четвертый Канзу-Сити 0-3 Имеет Оу Это жестко Это Блять Жестко Да что это Алло Уотербэк Это Блять Или кто это Почему Он такой Жесткий 2-2 Плохо Ох Ну это Перехват Должен Был Чуть Чуть Не успел Сориентироваться Защитник И перехватить Эту передачку Не очень Удачную 3-2 Да Ломай же Да Блять Ну как так Не получается Сломать блоки За Уильямса На этот раз Я, честно, блин Не удивлял, конечно Ну ладно Да, боже мой Ну, не, ягуары, конечно В атаке сильны Сильны Очень Прям Очень хорошо Двигаются Тяжело Остановить их Ну нет, это перехват Должен быть Нет, перехват не случился Но защитник все равно Не позволил принять мяч То хорошо Фурнет набирает 7 ярдов Каролину там Нью-Йорк Уничтожает Вауах Да ну что ж такое Да жесть какая-то Как же легко Ягуары проходят Нет, это бред какой-то Надо что-то менять Явно Очень легко Ягуары двигаются Прям Я даже не знаю Попробуем Да, не сильно нам Это помогло И походу Сделала ягуары Добьются своего Успел Успел Остановить его Блядь Ну какой же он Сука Умный Блядь Какой же он Сука Умный Сейчас ты уже Блядь Хуя становишь Я так понимаю Да Сейчас уже Все Сейчас уже Тэйчдаун Ран В открытое Ну да Это было Блядь И так понятно Я что-то Дупанул И От паса Защался Надо было Предугадать Конечно То что будет Ран Ну ладно Что Джексонвилл Второй Тэшдаун В игре 14-10 27 секунд До конца Первой половины Игры Стюард на возврате Неудачно Немножко вернул Ну ладно Майами Майами 0-4 Тоже имеет В своем активе Проиграли Нью-Орлианс Нью-Орлианс Пеликанс 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 Нью-Орлианс Сейнс Естественно же Легет Если убежит Легет Сейчас Нет Не убежит Не убежит Или убежит Легет Хорош Успел Наверное Безусловно Отлично 17 секунд У нас есть Три таймаута И можно по аутам Немножко побегать Чуджу Смитшустеру Если Чуджу Смитшустеру На приеме Великолепен Просто великолепен Это был сложный прием Но он его осуществил Это хорошо 11 секунд 11 секунд У нас Сифериан Или Энунва Сифериан Отлично Отлично Шутаймаут 6 секунд Все Последняя попытка На тачдаун Если не получается Бьем Филдгол Но нам конечно Прямо сразу говорят Типа бейте Филдгол Блять Я Ааа Не знаю Честно Не знаю Блин Ладно Филдгол Так филдгол Не буду рисковать 6 секунд Все таки это мало Это очень мало Может быть не успею Ладно Хорошо 14-13 Одно очко всего Разница Ах Можно было Фамбл Организовать Ну ладно Закончилась у нас Первая половина игры Джексон Велос Впереди Но Это еще не конец Мэтт Лайп Стадиум Знает И не такие игры Видали Ну Фамбл Ну Где Ну Ааа Весбрук Неплохо Неплохо Весбрук Да что Это такое Ааа Как же Легко Ну что Что же У нас Защита Это Сегодня Я не понимаю Просто Не понимаю Может попробовать Блицовать Как то Я хуй Знает Блин Серьезно Понятия Не имею Вообще Что делать В замешательстве Я нахожусь Фамбл Есть Хо-хо Хорош Райли Оформляет Фамбл Красавец Просто красавец Перехват Естественно Случился Не смог Поймать мячик Один из игроков Джексон Вилла Прям под рук У него улетел Вот здесь он Опа И промахнулся Ну и естественно Наши уже сориентировались Брюс Петти Опять выходит На Брюс Петти Опять выходит На поле Неудачно Кэмпбелл Оформляет Второй сек И у нас Пиздец какой-то Просто по ярдам Которым нам надо Набирается Я даже не знаю 17 ярдов Вторая попытка Да что ты Будешь делать Петя Давай Соберись Мне нужен Твой замечательный Великолепный Пас Блядь Да что ж такие... Это ужасно просто. Это самая худшая игра квадрбэков в нашей команде. То есть Гриффин был отвратительным в предыдущих играх. Но, блин, он не совершал таких ошибок. Он хотя бы... Блин, ну я не знаю. Это ужасно. Это просто ужасно. Настолько кривые пассы давает. Нет, Петти... Петти зря я дал шанс. Я очень сильно расстроен. Я же сожалею, конечно, о том, что я дал ему шанс в этой игре. Но Гриффин бы, я думаю, гораздо лучше себя проявил бы. Печально. Ну что ж, все когда-то ошибаются. Я же не знаю. Ну давай, Блиц, блин, попробуем все-таки. Нет. Нет, ладно. Блин, ну вот был фамбл. Еще толку от этого фамбла. Вообще ничем он нам не помог. Плейэкшен очередной. Какая... Что это? Что это? Как он это выловил? Что происходит? Оу, Джексон вилл 50 ярдов. Блядь, прием. Еще и при том, что ему мешали. Охуеть, передачка, конечно. Вот это он забросил. Ну и прием, конечно, шикарный. Я не знаю. Это очень жестко. Это очень жестко. Как, блядь, это работает? Охуеть. Ладно. Блин. Ну, на этот раз... Фух. На этот раз не дали принять ему. Ну, блин, Бортлос, конечно, передача дает дикие на самом деле. Дичайшие передачки. Даже и не знаю, как с этим бороться. Три-девять. Давайте. Еще один тормоз и все. Блядь, куда? Ну, нет. Ну, он сейчас три очка будут брать. Джексон вилл, естественно. Блин, нам нужен будет только тачдаун. Блин, все пока очень плохо. В защите вообще отвратительно. В атаке, блядь, тоже хуево. Надо попробовать сейчас Гриффина выпустить. Может быть, он все-таки переломит игру. Ну, и это понятно. Да, 17-13. Нам нужен тачдаун, безусловно. Так, а я не могу здесь произвести какую-то замену? Нет? То есть мне нужно... Ага, вот, вроде бы. Гриффин, естественно, выйдет вместо Пети. Так, форте, 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 форте у нас. Давайте дадим молодому Маку шанс. Вот так вот. Шустер, шустер хорошо себя проявляет. Андерсона, ну, а Стюарт, это все понятно. Так, тай-дэнды, все нормально. Ну, все, в принципе, больше меня менять ничего не буду. Я очень надеюсь, что Гриффин нам поможет. Так, попробуем Мака молодого сейчас сразу, что он нам покажет. Ран в исполнении молодого 21-летнего парня. Первое его нахождение на поле. Первое его нахождение на поле. И, блин, он мог убежать на самом деле. Мог. 8 ярдов набирает. Это очень неплохой результат. Давайте еще разок его попробуем. Наберет ли он? Набирает! Ох-ох-ох, неплохо. 14 ярдов за 2 раша. Это, блин, это не лучший кто-то в команде вообще в целом. Потому что до этого, как бы... А, мы даже и 10 за всю игру не набирали. Еще разочек пробуем, Иван. Ну, нет, на этот раз уже стормознули его. Потеря, потеря одного ярда. Ладно. Завязываем с Маком. И начинаем... И начинаем играть в пас. Блин, нет ничего интересного. Давай, что у нас тут? Что у нас тут? Что-что-что-что-что? Да, иногда это, что у нас трое, как-то 4-5, а не заставки. И они думают, что они могут поднимать более груди, когда защищать страницу. Да, боже ж ты мой! Ну, ш... Гриффин. А! Ну, он-то не виноват, естественно. Я понимаю. прекрасно. Ещё разок. Блядь, нам надо пройти эти 10 ярдов, ебучие. Мы сейчас опять потеряем мяч, нам ни в коем случае это нельзя делать. Гриффин. Ну вот, Гриффин, хорошая передачка. Молодец, 23 ярда. Мы движемся дальше. Давайте попробуем play action. Почти мог фамбл случиться. Но неплохо. Бартон на приёме. Набирает нужные нам ярды. Ярды набраны. Мы не успеем уже сыграть в этой четверти. Перейдём в четвёртую. Будем постепенно, постепенно нагнетать защиту. Джексон Вилла. 2.4. 2.4. Андерсен, Андерсен, Андерсен. Нет. Да фа! Я, 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 я лоханулся. Я просто хуйню сотворил на самом деле. Ладно, сегодня попытка, нам надо ей пользоваться. Так, что у нас тут? Грин, возможный, да? Да в пизду, блядь, всё. Я не знаю, что нам делать, на самом деле. Времени, конечно, ещё до их надо. Давайте попробуем, я не знаю, панк можно пробить? Нет, нам предлагают, нам предлагают сыграть всё-таки. Нам предлагают сыграть. Блядь, я не знаю, честно. Честно, не знаю. Успеет! Принять же! Как он это не поймал? Оооо, Андерсен. Вот это ты, блядь, подставщик. Это был открытый приём. Это нужно было ловить. Это, блядь, нужно было ловить. Блин, ну, по ходу дела всё очень плохо сегодня для Джета закончится, на самом деле. Блин, ну, я не знаю. Не знаю. Если не случится чудо никакого... Хорош, сек! Давайте, ребята, блядь, взбодритесь уже. Молден. Оформил нам сек. Молден. Плохо. Райли, давай. Оформил фамбл. Оформи ещё разок. Нет. Нет. Да как? Да как? Сука, да что? Я не могу. Это бред какой-то, блядь. Просто, блядь. Ну, аааа. Пизду, блядь. Ужасно. Это просто ужасно. Вот так, вот такую хуйню творить. Это, блядь, дичь полная. То, что сейчас было, блядь. На самом деле. Ну, это пизду. Фамбл! Да как? Ахахаха. Блин, второй фамбл, но мяч-то у них-то остаётся. Ай, блядь. И он преодолел ещё и первый даун, блядь. Красава. Просто красава, блядь. Ну что, блядь, защиты сегодня? Ну, соберитесь, ребята. Давайте. Один перехват нужен. Один ёп... Сэк хорош. Отлично, Уильямс. Уильямс хорош. Есть ещё время, есть ещё время. Нам надо всего лишь защищаться на ноль. Да, блядь, ну... Да что такое-то? Почему ж так легко-то всё? Ну, боже мой, ребята, ну, соберитесь, блядь. Нам нужно тормознуть сейчас человека. Вот как хотите, блядь. Что хотите делаете, блядь? Тормозите, блядь. Жопой, блядь. Не знаю, ртом. Чем угодно, блядь. Ни в коем случае нельзя дать сейчас пройти. Ну, нет же! Ну, как? Что творит Бортес? Как он это делает? Как он это... О, мой бог. Это пиздец. Это конец. Это поражение. Первое поражение на Мэтлайв стадиум. Ничего, блядь, тут не поможет уже. Это просто, блядь, везение на уровне бога. Ну, это пиздец. Это пиздец. Всё. Последние шансы потеряны. Ну, блин, я не знаю, как это можно было. Как можно... Во-первых, был под прессингом изначально, но он увернулся. Он ушёл от этого прессинга. И в итоге ещё, блядь, сумел выдать передачку, там, чуть ли не на 50 ярдов, блядь. Ах, я не знаю. Это пиздец. У меня нет слов. Я... Я охуя на это. Бред, блядь. Это, блядь, просто ебаный бред. Фух, успел перестроиться, но, блядь, всё равно пиздец какой-то, блядь. Да это ничего не даст. Это мне абсолютно, блядь, нихуя не даст то, что сейчас происходит. Абсолютно. Это тачдаун, и мы уже ничем не спасём игру. Ну, это пиздец. Я так и думал. Всё. Ах, жалко. Очень жалко. Нет уже времени. Даже если мы возьмём тачдаун, и после этого сделаем ещё двухочковую реализацию, нам это абсолютно ничем не поможет. Джексон Вилл сегодня оказались... Да нет, Джексон Вилл... Ну, в принципе, я даже не знаю. Эту игру сделал... Квоттербэк Джексон Вилл. Просто... Просто уничтожил. Ну, серьёзно. Ну, блядь, я не знаю. Такие передачи... Такие вещи творил. Нереальные. Столько ярдов набрал. Ну, тяжело. Тяжело с таким соперничать. Серьёзно. Это очень тяжело. Серьёзно, Смит, Шустер. 25 ярдов. Ну, ещё один приём. Парень, конечно, сегодня очень хорошо играет, на самом деле Я прям очень доволен тем, что я его выпустил Но я недоволен Петти По части, это, конечно, про ёб Петти Потому что в самом начале игры он совершил очень много неточных передач Которые, ну, скорее всего, конечно, сказались в целом на игре Да идите в жопу, ещё и перехват, блядь Ну что это такое? А, всё, короче Ну я уже всё, я уже, конечно, на морале Поэтому тут уже, на самом деле, ты уже Уже ничего даже и не предприняется в этом случае Очень мало времени, нам надо два тачдауна играть Нет Конечно, в теории, при там просто нереальных стечениях, обстоятельствах Это, конечно, можно было бы организовать, но Видимо, не сегодня Потому что очень плохо играет Очень плохо играет джет сегодня Что в атаке, что в защите Ну, я не знаю, ну, бывает, что 30 секунд? Ну, я не знаю, конечно, в игру тайм-аута, ладно Может быть, хотя бы сократим И то Может повезёт, сократим отрыв хотя бы до 20 очков Ну, до 4 очков И... Хотя бы перед болельщиками В грязь лицом не ударим Особо сильно Ну, что, они еще пан пробьют У нас будет буквально, сколько там, 20 секунд На то, чтобы хотя бы тачдаун еще один оформить Ну, попробуем, конечно, какую-нибудь передачку выдать Хуй, наверное, конечно, что это получится Да, блядь, видимо, нихуя это не получится 16 секунд, наверное, даже будет, а не 20, как я... ну, я один тайм-аут Да не, нормально, в принципе, все попробуем Хейл Мэри нам предлагают, но не, мы не будем Пока что Хейл Мэри использовать Мы сейчас... Да, блин, хуже на это, на самом деле Ну, печально, очень печально Не хватает скорости, почему-то, и Нунви Хотя он один из быстрых, очень, игроков В команде Ну, вот, херовый, наверное Не хватает ему скорости, почему-то, убежать Да, блин, очень Ну, что, у нас 6 секунд Мы немножко приблизились Немножко приблизились Ну, что, ну, давайте Хейл Мэри, что теряться-то нам остается Не знаю, что у нас получится, может быть, Андерсон Вряд ли, конечно Ну, это даже вообще за пределы поля на передаче А Гриффин неудачно отправляет Мячик паут И все, на этом игре заканчивается New York Jets, к сожалению, терпел довольно обидное поражение Jacksonville 24-13 Ну, сами виноваты Очень плохо сыграл именно Jets Ну, безусловно, отличная игра, конечно Просто великолепная игра Квотербека Джексон Вилла Но, в первую очередь, конечно, Петти Петти сегодня антигерой Очень много неточных передач совершил в самом начале игры Позволил Джексон Виллу очень много разбить атак Ну и, соответственно Очень мало смог организовать атакы своей команды Вот так вот пока обстоят дела у New York Jets Давайте посмотрим быстренько сейчас Что у нас Что у нас Что у нас По статье Ну По Расположению в конференциях Кто как играет Все-таки уже 4 игры было, да, сыграно Так что можно, можно Присмотреться К дивизионам Так Давайте Что у нас По дивизионам Стендинг Ага NFL Los Angeles Chargers Пока что Ну, мы полную статистику смотрим Chargers пока что на первом месте Имеют 3 победы в активе Eagles, Beals, Bengals, Patriots Ковбои Это все те, кто На данный момент не имеет пока ни одного поражения И идут пока без поражений По 3 победы в целом Мы на 9 месте Находимся У нас AFK East Давайте посмотрим Нашу Мы На 3 месте В своей конференции То есть у нас И Билс, и Патриот Это команда, которая идут без поражений Ну, блин, не знаю На самом деле Очень сложно будет выйти в плей-офф С такими Аппонентами По дивизиону Ну Блин Очень сложно Очень сложно будет Ну Что у нас тут На востоке Ой, на западе Chargers Райдерс Ну, Chiefs Вот то, что 0-3 идут Это, конечно, для меня шок На самом деле На самом деле Шок Ну, в целом Короче, мы пока В NFL на 9 строчке То есть Пока все Более-менее Пока все более-менее неплохо идет Но Не знаю Посмотрим Посмотрим, что будет дальше Следующая игра у нас Сейчас мы Прокрутим Неделю Прокручиваем Недельку Нам дают вновь 175 очков На драфт И следующая игра у нас с Кливлендом Ну и надеюсь, мы должны обыгрывать Кливленд У нас травма какая-то Серьезная Кто у нас травмирован И на сколько Оу Фак Так, нет, непонятно Нас что-то закинуло куда-то Совсем Так, нам все еще трейд предлагают За нашего центрового Но пока нам опять Ничего интересного так и не дали Только одни пики за него предлагают И те Ничего интересного Ладно В общем, вот В общем, вот так вот Такая у нас игра была Не очень удачная Но в следующую игру мы играем против Кливленда Но, правда, уже играем в гостях В Кливленде Посмотрим Кливленда 0.4 серия Я надеюсь, что мы им сделаем 0.5 Спасибо за просмотр И увидимся в следующей серии